Франсуа Фион оказался в центре скандала, прозванного французскими журналистами Пенелопе Гейт, в честь жены кандидата в президенты. Её подозревают в незаконном получении почти миллиона евро из госказны. Журналисты пишут, что Пенелопе Фион долгие годы значилась помощником своего мужа в парламенте Франции, но фактически не выполняла никакой работы. Кроме того, в незаконном обогащении обвиняют и детей бывшего премьера, которые работали ассистентами Фиона с 2005 по 2007 год. Сам кандидат в президенты уверен, это организованная кампания по его дискредитации перед выборами. То, что вы видели, это профессиональная клевета. Это операция против меня как кандидата на президентских выборах. Я доверяю нашей системе юстиции, поэтому совершенно спокоен. Я с нетерпением жду, когда закончится это расследование. Супругов уже допросили следователи, обыски идут и в Национальной ассамблее Франции. Хотя вина Фиона еще не доказана, его рейтинг за неделю снизился на 16%. И теперь кандидат в президенты, который неоднократно высказывался за сближение с Россией и отмену санкций, уже не является столь явным фаворитом. От скандала должна была выиграть еще один пророссийский кандидат, лидер Национального фронта Марин Лепен. Однако она сама оказалась в центре уже другого скандала. Европейский парламент требует Лепен вернуть почти 350 тысяч евро, потраченные на зарплату двум помощникам. Деньги якобы ушли не на работу в Европарламенте, а партийную деятельность самого Национального фронта. Лепен отказывается возвращать деньги. В итоге весьма неожиданно активно набирает рейтинг 39-летний независимый кандидат Иммуэль Макрон. Эксперты отмечают, в этой весьма необычной президентской гонке, где фавориты уже не раз становились аутсайдерами, все может снова измениться. Свою роль могут сыграть почти 5000 документов, которые опубликовал портал WikiLeaks. Они якобы затрагивают и Фиона, и Лепен, и Макрона. Сейчас этот массив изучают журналисты.